Приветствуем вас! Данный короткий видеоролик будет посвящен управлению горизонтальными вертикальными линиями в платформе WolfixNet. Перейдем к кластер профайлу. В правом верхнем углу каждого графика вы найдете выбор типа линий. Мы предлагаем 4 типа линий. Day, Good to Cancel, Alert и линия Прочерк, линия, которая живет минимальное количество времени, пока вы работаете с графиком. Закрыв окно, эта линия автоматически будет удалена с графика на данном инструменте. Теперь Day. В течение торговой сессии линия живет. Good to Cancel, пока вы ее не отмените, Alert, линия живет до тех пор, пока на графике не будет достигнута та цена, которая указана в линии Alert. Как устанавливаются линии? Левым кликом мыши по ценовой шкале, либо левым кликом мыши по временной шкале, вы активируете линию, и она следует за курсором. Если увести график за пределы окна, линия автоматически, пока она следует за курсором, исчезает. Чтобы установить линию, вы находите нужную вам цену и нажимаете еще раз левый клик. Линия зафиксирована и уже не привязана к курсору. Точно так же мы делаем на временной шкале. Чтобы удалить линию, активируем ее снова, нажимаем правую кнопку мыши, и таким образом можно удалить линию вручную. Устанавливаем, допустим, линию Day. То есть, эта линия будет находиться на этом графике, даже при закрытии платформы, до конца суток на вашем компьютере. Далее, линия GoodToCancel будет находиться и будет привязана к данному инструменту и данному таймфрейму, временному интервалу, до тех пор, пока вы ее не удалите. Сразу хотелось бы оговориться, что все линии хранятся на нашем сервере и привязываются к вашему логину. Это происходит автоматически. Простая поставленная линия, без изменения ее параметров и настроек, будет привязана к конкретному таймфрейму, временному интервалу, конкретному инструменту и конкретному окну. Далее, линия Алерта, как вы видите, меняет цвет. То есть, если вы ее ниже рынка ставите, она будет синий с буковкой А. Если вы ее выше рынка ставите, она будет красненькой, тоже с буковкой А. Красная, как бы, сигнал на шорт при достижении какого-то, ну, подразумевая, да? Сигнал на шорт и сигнал на покупку зеленым. То есть, ниже рынка. И линия с прочерком. Установив линии. Смотрите, по умолчанию у нас установлен вот такой оранжевый цвет и черный шрифт текста в самой надписи, да? Привязанной к линии. Это касается и временных линий, и ценовых. Далее. Если вы хотите изменить цвет линии по умолчанию, заходите в Color Settings, Label и Label Font. Label меняет цвет линии по умолчанию, Label Font меняет цвет шрифта в линии по умолчанию. Нажали Apply, мы видим, что изменился везде Label Font, и цвет линии по умолчанию также изменился. Можно производить настройку цвета и других функций линий вручную. Наводимся правой кнопкой на цену, либо время линии. Нажимаем правый клик и получаем доступ к меню управления линией. Кликнув на любой из понравившихся нам цветов, мы можем изменить таким образом цвет линии. Нажав левую кнопку мыши на надпись Line Settings, мы получаем доступ также к изменению цвета. Здесь можно выбрать больше цветов. Можно выбить тип линии, это мы сделаем в барчарте. Здесь тип линии на пунктир не переключается, так как толщина весьма велика. Также можно ширину линии поменять в пикселях. Добавить надпись. Выбрать расположение надписи. Слева вверху, по центру, справа внизу. Вот, надпись Intraday появилась. Чтобы надпись убрать, повторяем все то же самое, просто убираем ее, нажимаем Apply и видим надпись исчезла. Также вы уже заметили, что здесь есть еще две кнопки All Windows, All Intervals. Это все таймфреймы и все окна. То есть, до данный момент, по умолчанию, линия привязана, еще раз, к таймфрейму 15 минут, инструменту E-mini S&P 500 и окну Cluster Profile. Если мы хотим, чтобы эта линия была доступна, вот смотрите, с меню Interval на 5 минут. И мы увидим, что этих линий здесь нет. Вернемся на 15 минут. Видим, линии есть. Допустим, мы в каком-то окне выставили нужные нам линии и хотим перенести их на все интервалы в данном окне. Мы активируем All Intervals и эта линия копируется на все таймфреймы в этом окне. Имейте ввиду, после копирования она там остается. И даже если вы ее здесь удалите, она будет доступна в других окнах. Чтобы удалить ее полностью, мы включаем All Windows, All Intervals и удаляем линию. Проверяем. Линии нигде нет. Если установить линию снова, добавить All Windows, All Intervals. Линия будет доступна в других интервалах и в других окнах. Давайте перейдем к барчарту. Мы видим здесь даже две линии. Скопировались. Предыдущие и текущие. Как я говорил, в настройках помимо цвета надписи и расположения надписи, можно менять тип линии. И толщину. Нажимаем Apply. Мы видим, что линия стала пунктирная и изменила толщину до 3 пикселей. Возвращаем в предыдущий вид. Далее, смотрите. Если у вас установлено ряд линий, вы хотите их перенести в другие графики. То есть, условно говоря, если у вас 5-10 линий, которые вы хотите, ценовых диапазонов, которые вы хотите перенести на другую графику. В контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши, есть управление линиями. Что здесь доступно? Copy, Paste, All All. Удаление всех, удаление всех ценовых линий, удаление всех временных линий. Начнем с копирования. Скопировать. Выбрали Copy. Возвращаемся в Cluster Profile. Снова Lines. Paste. Все. Линии из барчарта перенеслись сюда. Предположим, все. Мы поработали с этими линиями, нам их нужно удалить. Выбираем Delete All. Линии удалены. Теперь, если вы заметили, у каждой линии есть свой градиент. То есть, к концу она становится темной. Ближе к самой ценовой шкале она, собственно говоря, приобретает тот цвет, который мы выбрали в Color Settings. Как это изменить? Берем Traders Rating. Global Options. Вот у нас есть User, Line and Color. То есть, вы выбираете градиент от черного к выбранному в каждом окне. Дальше вы здесь можете также сменить цвет градиента. Либо, нажав крестик, вообще убрать возможность. Вот мы нажали Apply. Убрать возможность выставления градиента. То есть, вы видите, да, линия стала одного цвета. Снова возвращаемся. Global Options. Выбираем черный цвет. И линии будут с черным градиентом. На что еще хотелось бы обратить ваше внимание. Также в главном окне платформы Alert Options. Здесь мы можем устанавливать отправку алерта по e-mail, price alert, включать его, отключать, менять звук алерта и так далее. То есть, расположение мыши, можете с этим поэкспериментировать, изменить звуки при необходимости и так далее. Для применения нажимайте кнопку Apply. О линиях все. Желаем вам удачной торговли, профитов. Всего доброго.